Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в группу под названием Зуба. И сегодня, да, подошло то время, когда пора огласить результаты розыгрыша. Итак, вы видите сейчас на экране трех победителей. Вот такие вот прекрасные ребята победили в розыгрыше, получают они по тысяче гемов. Награда придет на внутриигровую почту, вот сюда вот в личные сообщения, и придет она в течение, наверное, двух недель, потому что, как вы знаете, там сейчас разработчики что-то мутят, у них там что-то интересное к дню рождения, все дела. Надеюсь, они выполнят свой план, который в ход они не выполнят, ну, как обычно, впрочем. Сегодня поиграем за Бобра. Кстати, розыгрыша буду еще продолжаться, поэтому не расстраивайтесь еще, у вас будут шансы победить. Поиграем сегодня за Бобра, прекрасного бета, я что-то посмотрела, у меня на нем 1100, на имбе 1100, как бы, не этот, не по канону, надо поднимать рейтинг, так же, в следующем видео откроем легендарный судачок, опять, да, но это небольшой спойлер. Ну что, отправляемся в командные бои, точнее, в стандартные бои, и посмотрим, на что он наш прекрасный Бобер способен. Я ему взял опять заборку на урон, выживаемость, как говорится, лесом. Да, я такой, не люблю выживаемость, шучу, конечно, люблю, но просто Бобер немножко, ну, хочется на нем урона, хочется. Я зря, что ли, у него эти штуки есть, чтобы селиться, нет, конечно. Они именно для этого предназначены. Конечно, надо бы ботинок еще иметь, все, вот эти все дела, но, находится чем-то жертвой, чтобы был высокий урон на Бобре. Кстати, уже баг, да, вот этот, который до сих пор не пофиксили. Ну, бывает, бывает. Ладно. Ох ты, какой тут дроп лежит, вот это мне фартануло. Так, закинем немножко, вдруг кто-то сидит, ждет, ловит меня. И пойдем, наверное, вот сюда, в центр. Ходи-зон идет сейчас ко мне, можно, в принципе, сидеть, не рыбаться, но скучно будет сидеть, не рыбаться. Все-таки 13-й Бобер, мощь, которая способна уничтожить мир. Да. Ну, как вы знаете, Бобры сейчас прям самые жесткие персонажи в игре. Они раньше были, в принципе, достаточно неплохие, но сейчас прям позволяют себе наглеть. Наглеть очень сильно, вешаный урон впихивать, и вы их не можете словить, особенно... Вот, верите, да? Ну, как бы, как бы Бобер. Как бы Бобер, ребят, одним словом, да? Одним словом, Бобер, там тоже Краб на меня быковал. Но Краб не бобыкует, потому что у него не такое дальнее расстояние, как у меня. Блин, ну это Копье у Бобра, это просто нечто. Это самый лучший. Посмотрите, ну просто. Ля-ля-ля, видали у меня в Кролика? Смотрите, короче. Покушаем немножко. Смотрите, сейчас Кролика его будем, чекайте. Пыщ. 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 Какой дерзкий Кролик, а, заметили? Быкует на меня. Быкующий Кроль. Сейчас, смотрите, сейчас просто закину ему наперед Копье. Все, домой. Я не знаю, почему он так себя вел. В чем прикол? Типа, он рассчитывал, что победит мне, да? Ну, у него был шанс. Типа, зона для него удобная, прыгай и все дела. Но девятый уровень на Кроле. Хотя у меня две аптечки было. Быковал, быковал. Еще тот бык. Это повезло, что мне вообще противники в этот момент другие не напали. Если бы напали, были бы у меня проблемы. Отправимся мы через верх, потому что тут меньше кустов. Тут у меня шанс, что за контроль это намного меньше. Что-то мне так бахает жестко. Дерзкие какие-то ребятки. Закидываем потихонечку. Мало ли кто там сидит. Какие-то кусты тут немножко объеденные. Походу здесь панда поработал. Ох уж этот панда. Гринпис не одобряет. Панды уничтожители леса. Так. Ну что? Что-то я не вижу ни одного противника. Я их бахаю по всем. А тот хамелеон 12 это проблема для боба, как по мне. Во-первых, потому что хамелеона подвижность бешеная. Ну, а вторых, потому что хамелеон. Хамелеон это одна большая проблема. Так, ну ладно. Пока что никого не вижу. Очень странно это. Потому что противника целых 4. Килимся, живем, как говорится. Еще одну поставим. Закинем еще немножко урона. Так, ну я тут пока что все уничтожаю. Аннигилирую прям, да? Скажем так. Немножко стенок позаставляем. Чтобы мои друзья не могли пройти. Друзьяшки. Давай, где ты сюда, фламингос. Смотрите, кстати, вот этот дерзкий фламинго, да? Не смущает его вообще ничего. А, он 15 уровень, понимаю. А я думаю, что такой урон бешеный у него летит? Бешеный просто урон летит. У фламинго 15 уровня. Но, как вы видите, бобер помогет. Бобер сила, мощь. Фламинго просто выбрал неправильную стратегию. Он стоял там сбоку. В воде пытался мне что-то сделать. Я вообще играл просто на автоатаке и победа. Как бы. Зачем целиться? Зачем что-то делать, если можно просто играть на автоатаке? Ну, это за бобра только. Так получается. Почему? Потому что... Приборной миссии нет. Ну ладно. Бобер, в принципе, очень хорош. Почему я играю именно на автоатаке, а не целюсь? Потому что в таких моментах ты не успеваешь. Тебе нужно, во-первых, ухудать аптечки. Во-вторых, контролировать ближников, которые тебя могут уничтожить, да? Блин, не успел. Ну вот же... Вот же лев, блин. Забрал мой лук. Вы что, издеваетесь меня? Ля как я? Ля как я? Не сегодня. Сейчас пойдем льва накажем. За то, что он мой лук забрал. Да хватит меня... Что вы такие душные? Так, ну там серебряный лук, ладно. Пойдемте его золотаем. Лев, отойди от моего лука, слышь. Быкует он у меня тут, понимаешь. Бык нашелся. Домой, я сказал. Ля-ля-ля, побежал, побежал, побежал. На тебе. Сонстрак, ёпта. Домой. Не на того напал. Ищи себе другого бобра. Ну вот, как-то так, ребят. С телевым был без первобытного инстинкта. Небольшие баки, кстати, на льве очень часто наблюдаются. Это то, что первобытный инстинкт на льве работает не всегда. То есть, бывают бои, когда он не работает. Это очень странно. На самом деле. Ну, не знаю. Разрабы пофиксить, не пофиксить. Посмотрим в будущем. Итак, что имеем? Имеем две аптечки. Имеем немножко бронзы и золотой лук. В принципе, сойдет. Вот сейчас серебряную гранатку золотаем. Надо бы покушать, наверное. Перекус небольшой для бобра. И погнали. Зона будет в кустах. Это проблема. Хотя одновременно там бобра и плохо видно. И одновременно то, что он тоже плохо видит других. Хотя... У него есть копье, которое с автонаводкой. Которому даже без разницы. Текстуры, не текстуры. Оно бахает везде и всегда. Причем... Блин, ну джейд. Ну как же... Ну вот же... Это было мое! Ну ладно. Какая-то джейд пришла тут лутать копье. А тут я такой, опа. И все. Копье теперь мое. Итак, фулл золото у меня теперь есть. А это значит, что походу победит победа. Походу. Но это не точно. Пока что просто закидываемся здесь. Может быть кому-то не дадим взять аптечку. Зачистим, как говорится, территорию. Немножечко. Можно вообще посеять в кусту. Вот этом прекрасном. И вот так вот постоять, поделать. Я правда не знаю, какой там лимит по времени можно на ожидание. Смотрите, кстати, радио достаточно большое. Приятно, приятно. Ну, поближе сделать, чтобы было удобней. Да в смысле? Вы че? Бля, втроем просто налетели. С Один сверху, два снизу. Ну, кто принес за аптечкой? Кто бы конет? Против бобра 13 уровня. А? Ну? Не быкуют, не быкуют. Спугались, что ли? Акул, ну че ты так не вовремя? Панда недоволен. То ли мной, то ли акулам. Не понимаю, чем. Я вижу, что панда уже туда убежал. Пробую не дать панде выжить. О, там кто-то есть. А нет, нету никого. Ну ладно. Попробую словить панду. Правда, я не знаю, опять куда он бежал. Обойдешься, панда. Не сегодня. Не сегодня, пандусик. Ля какой душный панда, а. Еще хотят объединиться в одну группу, да? Против меня одного. Хитрые, жопкие. Ну ничего, я вам устрою. Не на того напали, как говорится. Видали? Прямым попаданием дал. Прямым, алло. Игра. Я еще аптечку случайно подреку. Да, е-мое. Аптечку я вернул. Сейчас покушаем нормально. И можно будет драться дальше. Ну капец, опасно было, опасно. Надо отхилиться. Я случайно на аптечку, получается, нажал. Какой-то баг здесь дикий. Просто дикий баг. Блин, я себя зажал, да? Ну все, как бы. Задушил. Просто вот тупо душит. Бомбой молотого, луком и копьем. Ох уж эти бобры. Душнилые еще те. Ну как бы второй топ-1. Че? На изи. На изи. Не спорю. Продолжаем. Продолжаем. Хочется еще один топ-1. Прекрасный взять. Ну еще, конечно, два. И будет четыре топ-1 подряд. Давай, до свидания. Не, ну просто сила. Сила толчка, ребят. Как-то звучит не очень. Сила толчка. Как-то оно не так должно звучать. Ну да ладно. Так, ну что, отправимся за этими двумя ребятами. Конечно, у меня нет копья, которая просто имба на бобре. Я вот не знаю, почему так много сносит хп. Вроде бы там у него прям нету такого бешеного урона, как оно он реально дает. Кстати, копья вообще никакого не вижу. Обидно. Хочу копье. А вот и копье. Это прекрасно. Джейд, почему-то его не взяла. Она же тут была. Странно очень. Ля, какой дерзкий. Смотрите, просто такой седьмой никс на бобран. Но какой дерзкий витали, а. Чтоб я таким никсом был дерзким. Хотя вот играл командный бои, там наверное такие никсы только играют. Реально, просто седьмые уровни берут на пятнадцатых. Лезут впритык, типа, драться и умирают. А потом мне хреса и потом мы проиграем. Ну как обычно. Стандарта. Стандартное поражение. От седьмых никсов. Ну, отдельное, конечно, разговор по никсам. Ну, просто потому что их самое большее в игре. И это обычно новички, наверное, поэтому... Ну да ладно. Не будем о грустном. Будем о победках. На бобре. Так. Так. По восьмой никс. А ну неси мне сюда, что у тебя там есть? Что у тебя там есть, никс? Делись. Делись с бобром. Так, там еще кто-то внутри. Давайте в них позакидываем тоже. А, я же могу еще луком через стену кидать. Офигеть. Приятно. Что, я там попал в кого-то? Тут никого нет, а я бахаю. Нормально, нормально. Хорошо, что боезапас не ограничен. То было бы проблемой. Итак, никс от меня убежал. Те сверху тоже убежали. Все убежали. Ну ладно. Ничего, зона все равно вас переведет ко мне. Так, немножко походим по мостам. Наверное, посмотрим, где здесь противники. Может быть, где-то прячутся. Кому-нибудь, может быть, найдем. Желательно золотым легендарным дропом. Который он мне прекрасно отдаст. О, там еще один бобер. Надо быть аккуратным. Пойдем в центр. Зона идет плюс-минус где-то вот сюда, на воду, на эту часть. Судя по всему. Поэтому будет немножко проблемно играть на бобре. Но посмотрим, посмотрим. Итак. Где все? Прячутся, не хотят умирать. Выходите. Ну. Итак. Не забываем, что у Яры радиус очень дальней дробовика. Нужно это учитывать. ЧЕГО? Шо это было, только шо? Да, какая дерзкая Яра, смотрите. Просто офигеваю. Бобер, кстати, не особо сильный. Просто восьмого уровня. Ну, Яра, это дичь, вы видели? Блин, чё ты не похилился? Я ж похилился. Я ж видел, как ты хилился. Вы видали эту Яру 10-го или 12-го уровня, какого она там? ЖЕЕСТЬ. Тут это дробовик просто. Я её ещё в радиусе обзора не вижу. Она уже у меня дробовиком стреляет. Понимаете, в чём прикол? Офигеть. Похоже, Бобёр решил проявить солендарность и убить сначала Яру, да? Ну, от Яры, похоже, нужно отступающим геймплеем играть. Достаточно отступающим. Бобра немножко тоже накаляем. Чтобы он здесь не блоковал особо. Он, похоже, меня игнорит вообще. Он, похоже, меня игнорит. Типа, душим Яру, да? Ну, блин, этот дробовик, это нечто. Я же говорю, что она ей чисто божественный дробовик у этого персонажа. Просто божественный дробовик. Ну, мы её взорвём, скорее всего. Ой. Сейчас меня попробую взорвать тоже. Душат, душат. Никс пришёл из ниоткуда. Попробуем сейчас похилиться немного. Яра пытается меня здесь убить. Я её тоже убил всё-таки. Ну, какая-то странная. Яра в итоге на меня задушилась. Никса убиваем. Ну, блин, я похились сегодня или нет? Ой, ладно, пойдём убьём просто. Бобра, и всё. А то меня он уже задолбал. Или, походу, я сейчас умру. Я умер, ребят. Вот так вот, вот так вот. Мне надо было всё-таки добивать бобра. Ну, блин, меня сейчас душили втроём, понимаете, в чём проблема? Эта Яра пришла, меня начала душить. Этот лис мне постоянно начал душить. И из-за этого были проблемы. То есть, если этого бобра никто не трогал, они душили чисто меня. И из-за этого я проиграл. Обидно? Просто до слёз. Сейчас сразу сплачусь. Ну, да ладно. Это чисто такие игровые моменты. Бывает, бывает. В общем, ребятки, на этом всё. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.